С Волжской энергией у красно-синих давние счеты. Еще с 90-го года выиграть у этого соперника не получалось. Сейчас на дворе 2013-й и скво-лидер чемпионата. Значит, самое время нарушать неприятные традиции. Первые 10 минут команды присматриваются друг к другу. Сначала характер показывают гости, однако малов на чеку. Армейцы вспоминают, что играют дома. Ответ не заставил ждать долго. Розыгрыш в центре – слаженные действия. Выводят на удар Смурова. Отскок тут как тут капитан Бирюков. 1-0. Соперник хорошо будет. Хоть и молодые пацаны, они играли от оборонки грамотно. Хорошо, что получилось забить на быстрый гол. И там уже, думаю, игра шла под нашу диктовку. Я думаю, контролировали игру и победили за снижение. После перерыва донские армейцы властвуют единолично. Энергия не может собраться. Чем пользуются СКВО. Атака за атакой в штрафной гостей. К середине тайма увенчалась успехом. Угловой подает Смуров. Завершает взятие Дихнов. 2-0. Эту команду мы знали те условия, в которых будет проходить матч. На том очень тяжелейшем поле, на котором наши ребята получили довольно-таки опасные для состояния здоровья травмы. Игра в целом, в принципе, как мы и планировали, проходила с преимуществом хозяев. В оставшееся время хозяева могли забить и не раз. Однако счет на табло больше не изменился. Очередная победа позволила сохранить лидерскую прописку. А главное – подарить праздник болельщикам. Прежде всего хочу болельщиков поздравить. Это очень важно для нас, для нас. Еще раз говорю, болельщики в последние годы очень много натерпелись. Поэтому вот вы сами видите. На самом деле приятно, знаете. Вот это и должен. Армейская команда должна собирать болельщиков и должны болеть. Как это было раньше. Долго отдыхать армейцам не придется. 22 августа подопечные Андрея Козлова принимают новочеркасский МИТОС.